Здравствуйте еще раз. Я бы хотел поговорить с вами про такой аспект образования в Англии как установление связей там прямо на месте с другими такими же счастливыми учащимися. Потому что с моей точки зрения вот эти связи, которые там образовываются, это не менее важный элемент нахождения в Англии, чем непосредственно образование и те книги, которые мы там все читаем в библиотеках. Ну или еще какие-то сопутствующие вещи. Чуть-чуть о себе. Зачем я сделал этот слайд? То есть кроме того, чтобы просто похвастаться, у него там есть еще одна важная функция. Я начинал свое образование в Киеве на Мехмате. И я абсолютно точно уверен, что если бы я ограничился только украинским образованием, механико-математическим, я бы точно не занимался бизнесом сейчас. И вот этот переход от какой-то работы, связанной с исполнением чужих требований, чужих приказов или директив к самостоятельной основанной компании был бы невозможен без бизнес-школы. То есть у меня вот жизнь очень четко поделилась до бизнес-школы и после бизнес-школы. Зачем мы едем учиться в Великобританию? Я думаю, что вы вот собрались здесь, задавая в том числе себе этот вопрос, стоит ли ехать, зачем туда ехать. Очевидно, первый пункт за знаниями. Образование в Великобритании известно по всему миру. Я вот сейчас, кстати, задумался о том, что здесь не хватает еще одного пункта за красивой корочкой, чтобы потом там громко говорить, я там-то, там-то учился. Второй вариант – это за карьерными перспективами. Особенно это было актуально в тот период, когда я учился. Это был… вот я поступал в шестом году и тогда многие ехали с мыслью, чтобы остаться. Чем ближе, чем дальше, тем меньше, меньшему количеству людей получалось собственно остаться в Великобритании после образования. Поэтому карьерные перспективы – это, наверное, актуальный пункт, но это больше карьерные перспективы за пределами Великобритании, они непосредственно там. То есть по статистике тех людей, которых я знаю, успешно там с украинским паспортом находят себе работу, ну, наверное, процентов 5 в лучшем случае. И то я так с запасом беру. За расширением кругозора. То есть действительно важно ездить, важно смотреть мир, важно видеть мнение других людей, живущих в других странах, понимать, что не везде все происходит так, как у нас в Украине. Поэтому за расширением кругозора. И последнее – за связями. То, на чем я бы хотел сделать упор в своей презентации, университеты проводят очень жесткую процедуру отбора поступающих к ним. Как следствие, у вас появляется возможность очутиться в одном месте с кучей талантливых людей, с которыми, наверное, при других обстоятельствах вы вряд ли бы познакомились. Важность связей и бизнеса. Я уверен, что любому человеку в этом зале, который занимается бизнесом, ясно, что бизнес – это в первую очередь люди. Как вы с ними выстраиваете отношения, как вы с ними двигаетесь вместе, какие-то партнерства, объединения, клиенты, продажи. Это все в первую очередь упирается в людей. Известное выражение «язык до Киева доведет». Вот хотел бы сказать, что не только до Киева, а также до многих других мировых столиц. Лондона, Нью-Йорка, Сингапура. Отдельным пунктом, что делать, если в стране непростая ситуация. Я думаю, вы заметили, что она сейчас у нас непростая. Так вот, сделать международный бизнес, находясь физически только в Украине, до крайности трудно. Для этого, собственно, нужно ездить, для этого нужно внешнее международное образование и международные контакты, которые проще всего получать там, а не здесь. Потому что иностранцы, конечно, к нам приезжают, за это им большое спасибо, но там их больше статистически. А где мы устанавливаем эти связи? То есть в 90-х, например, в банях. Был такой период, люди там знакомились, потом бизнес вместе делали, как-то там зарабатывали деньги, я думаю, неплохо. В 2017 году в бане несколько труднее, я думаю, это делать. Не знаю, кто как сталкивался. Может быть, у кого-то получается, у меня лично нет. Значит, что мы получаем в университете? Сидят люди, перегруженные работой. То есть задают заданий столько, что их все выполнить физически трудно. Люди сидят вместе в одном помещении, в библиотеке, ну или там в какой-то отдельной комнате для выполнения групповых заданий. И постепенно к друг другу притираются. Вот именно в процессе образования, потому что дают же задания на всех, люди начинают знакомиться, общаться, друг другу помогать. И идет вот это вот установление личностных отношений, которое, наверное, при других условиях просто было бы невозможным. Клубы выпускников. Это у меня любимая тема. Я представляю свой университет в Украине, постоянно всех собираю. Встречи, рестораны, гульня. Акцент на том, что после окончания образования вот это вот знакомство с новыми людьми, оно не прекращается, а наоборот увеличивается. Так как людей, которые, в принципе, учились на Западе, в Украине сравнительно немного, мы друг с другом кучкуемся. Даже не в рамках одного университета, а в рамках других тоже. Потому что хочется общаться с людьми, которые имеют смежный опыт с тем, который есть у нас. И мы более того понимаем, что в данном случае западное образование выступает своего рода фильтром. То есть людей уже там отсеяли, значит, с ними можно что-то как-то делать. Они уже по каким-то критериям попадают под описание интересные. Это, наверное, основные мысли, которые я бы хотел донести. И если у вас есть возможность получить образование в Великобритании, ей точно стоит воспользоваться. Если есть вопросы, я буду рад ответить. Спасибо большое за презентацию. Хотелось бы узнать, вы учились там один год, да? Один год магистратура, да. Это бизнес-школа была, да? Это бизнес-школа. Вы поехали тогда по стипендии или… Нет, за свои. А, за свои. Хорошо, спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо.